Мы сегодня направляемся в H&M и будем с вами смотреть, что есть новенького и примерять. Серебряная юбка на витрине, много джинсы, вот такая вот, какие-то толстовки, платье голубое, какое красивое. Мы сейчас на него посмотрим изнутри, много голубого, джинсовая юбка длинная, пойдемте смотреть, что есть нового. О, сразу вижу красоту, посмотрите, какая 60 долларов, 60, видите, опять же так странно, американских 66, наших 60, это очень редко, обычно наших всегда больше. Это такой, как будто бы топ, но он, как будто бы такая курточка коротенькая, вот видите, на девушке. И есть такая юбка, боже, какой красивый комплект, не знаю, буду ли я его мерить или нет. Так, за 80 долларов вот такая красивая белая рубаха. И вот серебряная клеенчатая юбка, которую я хотела померить, но в этот раз не получилось, хотела ее взять и, честно говоря, забыла. Стоит она 30 долларов, сделана она, конечно, из кожзамы, но очень эффектно выглядит, особенно если учесть, что сейчас все это серебро очень-очень в моде, вот это вот такое космическое серебро пока еще в тренде, по-моему, насколько я знаю. Хотя, может, немножко и уже уходит. В следующий раз померю обязательно. Вот смотрите, как много белого. Очень красивый белый сарафан, прям летний-летний с таким шитьем, такое очень красивое, прям такое произведение белого цвета. Вот такая вот рубаха белая, тоже такая совершенно летняя. Вообще очень много летних вещей, но я пока в примерочную решила их не брать, особенно белые вещи, потому что я все-таки у нас холодно, я как-то одета в сапогах, в черных колготах, это не очень хорошо. Оставим эти примерки на лето, когда будет тепло и будет приятно примерять такие вещи. Вот симпатичный очень зеленый с белым костюм. Значит, я долго рассматривала его состав. Я поняла, что в нем 75, по-моему, процентов вискозы в этом топе. Он очень интересно сделан, у него какая-то такая металлическая деталь сделана у горла, вот видите, и есть такие же юбки. Очень красивый цвет, такой яркий зеленый и белый, очень-очень эффектно выглядит. И есть такие же сарафаны. По-моему, сарафаны немножко другого состава. Сейчас я посмотрю, мне кажется, там был какой-то... Сейчас, там, значит, смесь льна, была примесь льна. Я уже не стала, может, когда-нибудь возьму его в примерку, посмотрю точно, сколько в нем льна стоит. Он 43 наших канадских доллара, и в нем есть примесь льна. Интересная вот такая вот блуза из шитья за 70 долларов, 69,90. Красивого, очень голубого цвета, красивого шитья, красивый фасон у нее сделана, такая рубашка. Но укороченная, с красивым таким внизу, как бы каймой такой тоже сделанной из шитья, но немножко другой конфигурации. Интересный такой белый плащ. И вот очень интересное платье, которое я заметила его с витрины, снаружи, когда я шла в магазин. Экстра смол размера, оно огромное совершенно, я прямо удивилась. Вот такая бело-синяя расцветка а-ля кжель. Вы знаете, очень много такой расцветки вообще в магазине. И вообще, я так понимаю, что голубой такой этот тренд. И вот бело-синий вот этот тренд, и белый цвет, голубой, и вот все-все смеси бело-синего цвета. Интересный такой тоже жакет за 70 долларов. Сделан такой буклированной ткани. Коротенькие металлические пуговицы, в общем. Ну, такой типа а-ля Шанель. Вообще, такого очень много сейчас в магазине. И вот в примерку я взяла тоже кое-что. Почти все такого, знаете, много чего, скажем так, вещей типа Шанель. Вот снова голубой жакет классического фасона. И вот такое вот голубое с белым тоже платье. Тоже такого, знаете, классической офисной, я бы сказала, стиль. Стоит оно, по-моему, долларов 32 или 35. Не очень дорогое на пуговицах платье-рубашкой. Очень симпатичное. Так, вот тоже красивое платье за 35 долларов. Ну, из какой-то ткани такое мне не очень нравится. Вот такое вот оно длинное на поясе. Тоже на пуговицах все. Очень много голубых, всего голубого. Вот снова. О, это тоже платье из такого шитья за 43 доллара. Не страшно, не смертель. Такие платья. О, не, это кофточки. Где-то я видела, что здесь есть платья такие. Вот тоже такое огромное платье-парашют. Но очень красивая расцветка. И вот красивое платье из шитья. Экстра-экстра-лардж размер. Стоит 85 долларов. Я бы взяла его померить, но оно очень большое мне. Все-таки я еще не доросла. Так, джинса. Всякое интересное. Видите, такая синяя рубашка из джинсы за 50 баксов. Очень красивого цвета. Деним такой, знаете, темно-синий, такой твердый. Ну и здесь куча всяких курточек джинсовых. Миллион. С воротником, без воротника. Вот такие. Очень, очень сейчас в моде. Где-то я видела тоже за 45. Вот такие просто. Как будто бы такая куртка. Но не как джинсовая куртка классическая. Немножко другого способа. Без воротничка. С пуговицами с этими такими блестящими. Вот симпатичное платьюшко. За 70. Такое в стиле Шанель. Кремовое трикотажное. Так, идемте еще смотреть, что здесь есть. Что наш глаз схватит. Так, распродажу я не пойду. Здесь плащи. Вот такие вот странные жакеты. Совсем мне не нравятся. Сделаны из какого-то очень, очень плохой дешевой ткани. Сарафаны джинсовые такие без шлейфов. Так, это распродажа. Мы туда не пойдем. Посмотрим, что еще. Так, все самое интересное обычно висит в начале. Вот симпатичный, симпатичный жакет. Полоску такой синий. За 75 долларов. Наших канадских. Такой классический. Мне он очень нравится. И вот такой вот полосатый. Такой типа под Шанель. Снова же кардиганчик с золотыми пуговицами. Дальше там спортивная одежда. Вот это что-то интересное. Белое платье. Такой жилет. Ох, классно. 77 долларов оно стоит. Вот такое платье. Вискоза. Значит, половина, 56% вискозы. Оно с поясом. Если найду свой размер, может быть, возьму померить. Но опять же, я не совсем... Оно прям такое летнее. А я... Она мне совсем не летняя, не летняя обувь. Так, здесь спортивная одежда. Дальше у нас... Наверху там молодежная. Так, такие вот сумочки. Симпатичные за 41 доллар. Смешные. Прикольные. И вот такие. Вот это немножко другие. Так все стоит, что все падает. Вот эти. Вот такая вот. Сейчас. Нет, никак не могу вам показать. Вот такая вот сумочка. На ручке. А вот эти на шепочке. Такие лохматенькие, прикольные. Потому что такие мои большие руки в кадр. Вот такая сумка за 36 долларов. Она какая-то странная. Вот такую. Давайте я вам вот эту покажу. Она более как-то респектабельная. Ну, это, конечно, искусственная замша. Не настоящая. Но выглядит она симпатично. Здесь спортивной одежды очень много. Всякие шарфики, обувь. Вот эта симпатичная сумочка. За 41. Дешевая. Ну, потому что они не кожаные. Вот эта сумчонка. Видите, кто-то, видимо, к себе примерял. И вот две висят. Вот эта и вот эта. Почем она? 45. Ну, на лето ничего нет. Прикольно. Так. Вот такие сумки. Вот такие сумки. Подселим. Вот эти вот босоножки. Но мне их размер не подходит. Стоят они 47 долларов. Их пятый мне велик. Мне нужно 4,5. 4,5 бывает у них только на сайте. Вот эти очень модные, которые были у нас в последнее время. Такая сумочка. Ну, кроссовок. Вот эти интересные какие. Смотрите. Вот эти классные. Мне нравятся. Так, что снова платформа. Красовки на платформе снова в моде. Такие я пропустила. Ну, смотрите, да. Ну, в общем. Посмотрим, что еще здесь есть. Наверное, я пойду по еще что-нибудь примерить. Потому что я более или менее так все обошла. Но особо ни на чем я не остановилась пока. Девушки, всем привет. Мы теперь в примерочной H&M. Обзор вы видели. А сейчас я кое-что принесла. Какие-то всякие некоторые вещи странные. Некоторые очень-таки конкретно деловые-таки. И мы с вами будем делать примерки. Я сегодня в розовом пальто. У нас похолодало. Опять ужасно. Мне так надоели пуховики. У нас, правда, не было особенно холодно. Но все-таки как-никак всю зиму я ходила в пуховики. Поэтому я уже влезла в свои пальто демисезонные. И уже в нем осталась. А под ним, под пальто, у меня платье из Uniqlo. Одно из моих, кстати, любимых платьев из Uniqlo. Которое я купила пару лет назад. Сейчас покажу. Платье-свитер. Оно мне очень нравится тем, что у него нет горла. И у него вот такой вот вырез. Это очень удобно. Ведь я не люблю высокий горло. Мне обычно жар. Такой с небольшими разрезиками. Ношу его с удовольствием. Потрясающий цвет. В Uniqlo больше сейчас вот такого нет. Вот это было пару лет назад. В Uniqlo были такие вещи. Ну, красивые. Пояс мой. Украшение мое. Винтажная моя такая эта. Цепь. И сейчас вот таких вещей нет. Не знаю. Вообще, Uniqlo очень испортилось, если честно. Это даже не коллаборация, не какая-то. Просто Uniqlo. Вот зимняя коллекция, по-моему, пару лет назад. Все. Давайте примерять. Так, вот такой классический костюм. Вы знаете, девочки, очень много уже летней одежды. Я вам показывала белые какие-то костюмы, платья эти летние, голубые с белым. Я пока их не несу, не примеряю, потому что я, во-первых, их оставляю на лето, на примерке. Во-вторых, вот смотрите, я пришла в черных колготах, в сапогах. Ну, куда мне сейчас летние вещи на меня цянуть, да? И я потом их начну примерять, когда это станет тепло, когда у меня будет соответствующая обувь. И потом, мне кажется, что сейчас еще как-то, ну, есть уже настроение на летнюю одежду, но, мне кажется, все-таки еще как-то весна, и еще апрель, и март, апрель, и в мае бывает прохладно, что прямо уже так вот в летние облачаться совсем в такие вот летние платья. Ну, в следующий раз я обязательно уже, наверное, что-то примеряю. Я, кстати, в H&M не была очень давно, наверное, даже месяца два или больше. До нового года, по-моему, я была в последний раз. Так, хорошо, значит, у нас есть на мне плессированная юбка. Она такая полупрозрачная, и у нее подъюбник кончается вот здесь выше колена. То есть немножко просвечиваются ноги, но ничего страшного, это от колена и ниже. Как всегда, темно-синяя плессировка всегда в моде. Классический такой полосатый голубой, серо-голубой шакет двубортный. Прямо мне он очень нравится. И внизу у меня такой топ, в котором очень-очень большой вырез. Я его взяла для нескольких вещей тут примерить, и заодно, чтобы применить с этим жакетом. Но в жакете получается вырез меньше, чем в этом топе. Веселить. Так, общая картина выглядит вот так. Красивая плессированная темно-синяя юбка. Цвет ужасный здесь. Цвет в смысле ужасных примерочный. И вот этот вот жакетик полосатый, который очень-очень такой деловой, классический, стильный. Он неплохо будет смотреться с брюками, но брюк таких нет. Во всяком случае, здесь в магазине таких брюк не было. Мне кажется, что должны быть. Прям просится костюм такой. Но не нашла. Я вам сейчас покажу эту юбку. Это топ. У него красивый, но очень большой вырез. И вот здесь вот он, знаете, интересно так красиво вырезан. Но в нем виден бюстгальтер, поэтому нужно носить, наверное, или бишлек, или какой-то такой, чтобы его как-то заправлять куда-то. А так вообще, конечно, очень женственно. Очень симпатичный топик. У меня есть, похоже, красный, который я, кстати, забыла. Надо его найти и носить. Длинный такой рукав с разрезом. Я заправила его. Вообще он, сейчас покажу, он длинный такой. До сих пор где-то. Вот именно до сих пор. И юбка на резинке. Поэтому она такая комфортная. Это медиум. Но, в принципе, я нормально в ней. Нормально в ней. Ну, в общем, вот такой вот симпатичный топ. Знаете, красивый вырез. Я вообще люблю такие интересные выреза. Единственное, что мне немножко некомфортно. Есть дамы, которые на ютюб вываливают все свои груделя. И получают много подписчиков мужчин. Мне не очень удобно. Хотя, если я начну так вести стримы, то у меня тоже будет очень много подписчиков мужчин. Надо попробовать. Вообще хорошая идея, да? Шучу, я шучу. Так, вы знаете, в этом топе есть 23% вискозы. Остальное все синтетика. Стоит он канадских 35, американских 30. Это был размер large. И вот такой вот он симпатичный. Лапшечка такая с красивым вырезом. Если кто любит, то очень даже. Или его можно как нижнее. Вот у меня есть там такой платье. Я без рукава. Я хочу его надеть вниз под это платье, такое весеннее-осеннее, чтобы показать вам, как лучше. Ну, в общем, потому что я еще все такое, знаете, делаю. Весенний-осенний шопинг. Вернее, весенний. Почему я говорю осенний? И жакет. Значит так. 65% переработанный полиэстер. Все остальное, значит, не переработанный. Ну, а очень-очень приятный. Сколько он стоит? 75 долларов. Размер был medium. Он довольно такой объемный. Видите, он мне нормально. Вот такой вот жакетик. Приятная ткань. Красивая расцветка. Ну, такая классическая. Симпатичный. Очень-очень даже такой, знаете, неплохой. Юбку сейчас покажу позже, потому что я еще с ней буду что-то примерять. Так, я оставила ту же юбку. И на мне такой жакетик в стиле Шанель. Он такой довольно большой. Интересно, какой-то размер. Наверное, large или medium. Кстати, в этой юбке есть разрезы. Но пока. Вот. Видите, раз. И два. Короче, вот такой вот. Он такой из трикотажа. Такой немножко буклированный. Я бы сказала, что он такой немножко бабушкин. Но стиль Шанель, он весь такой немножко бабушкин. Не, не весь. А вот классические Шанель вещи. Сейчас они делают все, что угодно. Но вот эта вот такая классическая Шанелька, она очень такого, знаете, как, ну, на возрастных женщин как бы. Но молодые тоже носят. Сплошь и рядом. Мне, кстати, нравится. Красивый цвет. Красивая такая, знаете, красивая отделка. Красивая пуговица. Хорошо сделана. Такой аккуратненький. Единственное, что он мне как-то болтается. А может, так и надо. Мне кажется, это large. Сейчас я посмотрю размер. Цену, все не скажу. Красивенький. Красивенький жакетик. Так, жакет. Значит, он весь полиэстер, конечно. А, это даже медиум был. Видите, медиум. Ну, такой он свободненький. Очень даже свободный. 77 долларов он стоит у нас. Дороговато как-то. А в Америке 65. Что-то дорого, я не знаю. Ну, он симпатичный. Если на распродаже, так его еще можно купить. А за полную цену, как бы нет, я бы не стала. Хотя он приятный. Ну, дорого что-то. Хотя, может быть, вечером надо привыкать к таким ценам. Сколько стоил вот этот жакет? Сколько стоил? 75. Слушайте, ну, мне кажется, как-то жакет солиднее. Более. Такая приличная вещь. А этот 77. Он даже еще дороже. Еще тайный. Загнулись. Такой кардиганчик, а кардиганчик. Ничего особенного. Ну, что делать? Так, значит, это у нас юбка полиэстер. Размер medium, но она резинка сверху и очень-очень мне комфортно. Стоит она у нас 55 долларов. Американских 46. Ну, в общем, такая базовая, пассированная синяя юбка, прозрачная. И вот здесь у нее, видите, вот до сих пор где-то чуть выше колена у нее подкладка. А дальше она прозрачная. Очень даже миленько. Смотрите, какое интересное платье. Я надела вниз под него вот этот топ. Потому что оно без рукавов. Мне кажется, что оно все-таки такое больше весеннее, чем летнее. Я вам показывала в Астрале такое же белое. Хотела взять пример. А потом нашла вот это. Оно мне немножко великовато, потому что это размер экстраларч. Мне бы был ларч бы хорошо. Но не было вот именно этой расцветки. Я хотела именно этой расцветки. Вот. Мне чем оно нравится? Оно очень оригинальное. Знаете, это вроде бы платье. Пришли какие-то кричащие люди. Давно у нас не было крикунов. Оно вроде бы, знаете, как будто платье... Платье такой с жакет. Платье-плащ. Я сейчас вот уберу пояс. Двубортный. Как будто бы двубортный жилет. Но в принципе его можно носить и как платье, и как жилет. Я думаю, что если его расстегнуть, то оно будет как будто бы жилет такой. Но мне именно нравится в варианте платье. Тем более, что вот если надеть вниз какой-то топ подходящего цвета, а можно и контрастного, наоборот, яркого. В общем, очень даже симпатичная вещь. Может, я сейчас его расстегну... Нет, я не могу его расстегнуть, потому что у меня там ничего нет, никакой ёлки, а есть только топ. В общем, посмотрите, вот такой вот он. Мне прям нравится, да. Видите, немножко великоватный тут как бы. Но если я пояс развяжу, то он тоже немножко великоват. А может и нет. Нет, вы знаете, даже без пояса он как-то лучше сидит. Смотрите, правда? Пояс его собирает здесь и делает здесь вот так, как баба-начальник. А так вот без пояса очень элегантно, намного лучше, мне кажется. Очень классный жилет. Он в такую тонкую полоску. Прямо у нас сегодня с вами опять тихо, надоевшая всем тихая роскошь. Посмотрите, у нас все-таки вещи такие а-ля Шанель. Вот это, а-ля вот это непонятно что. Вот такое, вот такое бежевенькое все. Ну, в общем, короче, фиксированная юбочка. Все очень классическое. У нас сегодня мы по классике пошли. Хорошая вещь, мне кажется, у меня немножко подплеечки есть. Так, кстати, в платье есть 58% вискозы. Стоит оно 77 долларов тоже. Это был размер Extra Large. И вот у него здесь, мне кажется, такое небольшое подплечико вставлено. Мне очень это нравится. Здесь написано, что в нем есть лен примешанный. Но я вижу здесь только вискозу. Давайте я посмотрю состав внутри. Вы знаете, вот всегда нужно смотреть подкладку. 58% вискоза, 42 лен. Подкладка полиэстер. То есть, действительно, 42% лена, 58% вискоза. Очень хороший состав в этом платье. Поэтому оно и не дешевое. Как интересно оно сделано вот здесь, видите, внизу, чтобы оно не распахивалось. То есть, вот пуговицы до сих пор, а здесь внутренние вот такие пуговицы на резинке. Кстати, очень-очень умно придумано, потому что пуговицы на резинке, то есть, если вы сядете, она не выстрелит у вас, да? И в то же время вот они держат, как бы, низ подол платья, чтобы он не распахивался при ветре. В общем, вот такое вот достойное платье. Хороший состав. Ну, цена, конечно, не маленькая, но, в принципе, неплохое. Так, очередное платье под Шанель. Очередное у нас Тихая роскошь. Я немножко переборщила с размером. По-моему, это Экстра Ларч. И оно мне, конечно, великовато. Особенно вот здесь, вот в подмышках. Но я боялась, что оно мне обтянет кузо и будет мне хорошо. Но оно не обтягивает. Наверное, можно было бы и Ларч. То есть оно мне так свободненько, но, может быть, и не надо. Вот смотрите, какое приятное трикотажное платье. Все на пуговицах. Есть такие кармашки, прямо точно под Шанель. Такое немножко оно расклешенное. Оно не узкое, то есть оно не очень облегает здесь. Мне нравится. Цвет такой белый. Не белый, а молочный. Единственное, что вот здесь. Но если бы оно было без рукавов, это было бы видно, что оно не здесь велико. А так, с рукавчиком. Такой рукавчик, не длинный, не короткий. Такая интеллигентная такая платьица. С пиджачком можно, даже вот с этим. А давайте сейчас примерим с ним. Ну вот, с шакетом. Не очень, мне не нравится. Я думала, что будет хорошо, но как-то не то. Разные стили. Это такой под Шанель, мимимишный. А это такой строгий деловой стиль. Нет, нехорошо. Может быть, даже лучше было бы вот этот. Я уже не стала надевать, а так приложу. Или это получится слишком много Шанель на Шанель. Ну, если да, если надевать сюда, то мне кажется, сюда нужен такой коротенький жакетик. Или какой-то кардиган, типа под Шанель. Но короткий. Короткий и такого же примерно стиля. Но не такой, как этот вот пиджак деловой. А вот именно вот такого же. А вы знаете, что платье сделано из стопроцентного катона? Вот так вот. Из стопроцентных лопок. Вот вы не ожидали, наверное, а вот оно как. Коговички миленькие такие. Стоит оно 70 долларов. 69 наших, 55 американских. Размер экстра ларч. Может быть, можно было бы мне попробовать и ларч. Ну, оно прямо очень, знаете, и хлопок. Ну, супер же, да. И оно действительно расстегивается. Вот это, кстати, не очень хорошо. Может, тут все вот так. Может, надо бы позашивать между этими пуговицами. Потому что как раз здесь можно было бы сделать и фейковую застежку. Но, видите, вот хлопок. Натуральный хлопок 100%. Он такой тяжелый. Трикотажный. Очень даже ничего. Ну, и такое вот платье. Немножко ночнуха. Но я очень люблю такие вещи. Прямо очень. Смотрите, какие рукава. Оно, кстати, с подкладкой. Но, тем не менее. Вот, когда у меня колготы черные, черный лифчик, оно светится. То есть нужно светлое белье, конечно. Но оно мне прямо ужасно нравится. Я не знаю, куда его носить. Но, опять же, только в отпуск. На круиз, на курорт куда-то. Потому что так в городе оно такое длинное. И такое прямо очень свободное. И очень такое, знаете, курортное. Но цвет бесподобный ментоловый. И ткань такая, знаете, приятная, сжатая. И вот эти вот фасоны. Ночнухи такой. Можно с поясом. Кстати, у меня есть пояс. Сейчас попробую. Выпадите меня ругать. Можно с поясом. Потому что пояс придаст ему немножко... Сделает его меньше ночнухой, мне кажется. Правда? А так платье очень красиво. Очень. Так, смотрите. Вместе с поясом. Я считаю, что пояс добавляет к нему, делает его меньше ночнухой. Не такой пояс. Знаете, есть всякие пояса, такие из жгута. Вот из какого-то или металлически полностью такой, как цепь. Тогда это будет такой хибби вайп. Или вот есть пояса из ткани. Ну, вот знаете, как из плетеных, такие как будто бы из жгутов таких. С деревянными пряжками. Вот такой вот, знаете, какой-то такой именно вот не деловой. Вот этот, я считаю, такой больше деловой пояс. А если пояс такой, больше вот такой а-ля хиппи, а-ля такой, знаете, богемный, то будет лучше. Посмотрите, какое платье. Как мне оно нравится. Мне некуда его носить. Кроме как в отпуск. Ну, в отпуск. У меня столько вещей для отпуска висят, которые мне некуда носить, кроме как в отпуск. Знаете, мы часто ходим с друзьями куда-то. Ну, оно такое немножко... Ну, может быть, летом, если с какими-то босоножками красивыми. Может, и ничего. На оно за полную цену, по-моему. Хотя, по-моему, оно висело на распродаже, но, мне кажется, оно просто случайно туда попало. Вот у нас все сегодня было такое под шанель, как будто бы такое классическое. И вот под конец я вам выдаю вот такой вот контент. Так, смотрите, это размер смол. Все полиэстера. Верх и подкладка, и само платье. Размер был смол. 77 долларов оно стоит. Видите, у него сверху вот такой вот рулик. Сзади вот такая вот завязочка. Просто вот такая вот, да? Сзади оно обычное. Кстати, нет уж вас впереди ничего. То есть оно, в принципе, очень такое плечо предсобранное. Ну, в общем, я люблю такие вещи. Вот эти рукава всякие, вот эти вот петрушечи богемные. Многие очень это не любят. Многим очень это не нравится, но я люблю. И цвет очень красивый. Так, девушки, будем с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Были разные всякие интересные вещи. Необычные. Я что-то забыла совсем H&M. Давно здесь не была, но будем возвращаться. Появилось много всего нового. Потому что, честно говоря, перед Новым годом все было в этих пайетках уже надоело. Бесконечные эти пайетки и больше ничего. Сколько можно снимать контент про пайетки. Кроме как перед Новым годом он больше никогда не заходит. И даже перед Новым годом не особенно заходит. Ну, вот сейчас появилось уже много всего. Появилось много летних вещей, которые еще можно примерять. Просто сейчас я еще как бы иду такое. Весна. У нас еще весна. Все, люблю, целую. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok